— Весь мир реагирует на это с шоком, оно для всего мира крайне неожиданно, просто политики, я смотрю, задачи которых комментировать, например, представители госдепартамента, они комментируют так примерно, а я еще не видел, но еще, и так далее. То есть это шок людей, потому что неожиданно почему, потому что раз эта операция была очень успешной, то все предполагали, что Россия, как и положено, в великой державе будет и дальше продолжать ее идти, идти даже мать до конца. Однако это американский стиль мирового гегемонизма. Россия не нападает, Россия защищает свои интересы. И здесь, я думаю, очень правильно обратиться к первым словам Владимира Путина, которым тогда не очень поверили. Он сказал, наша задача уничтожить там возможность ИГИЛа, стать мощным государством. Тогда у нас была реальная угроза того, что ИГИЛ может захватить контроль над Дамаской и над всей Сирией и уничтожить правительство Асада и вообще цивилизованную власть, и потом на этой базе создать мощную террористическую основу, из которой атаковать всех, в том числе нас. Ему не очень верили. Вот он про Асада, он еще, там что-то геополитические игры. А, как оказалось, уничтожили эту главную группировку ИГИЛ. Ну, все, после этого он сразу его водит. В чем суть победы, которая там состоялась? Значит, ну, во-первых, уничтожена основная военная сила ИГИЛ. И сирийская армия перешла в наступление. Во-вторых, уничтожена экономическая основа ИГИЛ в виде вот этой торговли нефтью. В результате этого зарплаты там просили в три раза за участие в боевых действиях. И народ, ну, простые ребята, так сказать, побежали из этого ИГИЛ. Кроме того, уничтожено и управление единством, такое единое управление войсками ИГИЛ, что тоже резко уменьшило их боевые возможности. И в результате этого, я вам скажу честно, все уверены, что, значит, ИГИЛа будет покончена в этом году. Вплоть до того, что европейские страны уже ругаются друг с другом, кто должен больше и меньше предоставлять тюрем для этих активистов ИГИЛа в своих странах. Уже считают, какие тюрьмы конкретно сажать этих людей. И, ну, то есть, эти задачи в основном решены. Да, еще очень важная вещь. Тогда, полгода назад, не было практически людей для пополнения сирийской армии, которая была потрепана. Сейчас они появились. Во-первых, были деблокированы очень мощные гарнизоры. Несколько тысяч человек. Они влились в ряды сирийской армии. Это сильные бойцы по-настоящему, которые там по полтора года находились в окружении, вели бои. Во-вторых, многие полченцы, которые очень так, ну, что ли, нейтральную позицию занимали, сейчас они готовы больше взаимодействовать именно с правительством. Кроме того, там же у них нет все еще мобилизации. У них там добровольные, так сказать. И раньше не было добровольцев, поскольку была высокая вероятность того, что Башарас подпорит поражение. Сейчас, когда появился вкус победы у сирийского правительства, то туда пошли добровольцы. Из числа мужчин появился такой дух победы. Да, и удалось тоже восстановить в вооружениях. Вот сирийской армии тоже достаточно серьезно. Они были потрепаны с этой точки зрения. Сейчас у них вроде бы есть оружие, боеприпасы. Они могут более активно обоевать. Поэтому высокой вероятностью будет, как бы сирийской армии сама будет додавливать этот ИГИЛ и Джабхат Аннусу. Кстати, в условиях, когда российские войска выходят из Сирии, правительство Турции будет значительно тяжелее и обосновать возможность введения своих войск на территорию Сирии.